Здравствуйте, мои дорогие. Так, немножко ближе поставлю. Здравствуйте, мои дорогие. Будем смотреть сегодня расклад, что вам важно знать, и будем видеть больше тогда. Будем понимать, как двигаться дальше. Так, смотрим с двух сторон, что вам важно знать, и что хотят передать светлая сила и темная сила. Будем смотреть. Что же вам важно знать? Что говорят светлые? Что же вам важно знать? Что говорят темные? Вам важно знать и одно, и другое. Давайте посмотрим, будем расшифровывать. Так, вам важно знать что-то о Короле Жезлов. Так, говорят светлые. А что нужно знать? Общей картой шла звезда. Очень важно для вашего будущего, для простроения, для того, что вы можете сейчас спланировать и понимать, как двигаться. Итак, Король Жезлов. Что нужно знать об этом Короле Жезлов? Кто это такой? Кто это такой? Вот скажите мне, пожалуйста, вы нам показываете. Так, показывает какое-то дело, работу. Кто это такой? Пентакли, Паш Пентакли. Подвешенный. Вам нужно знать о каком-то мужчине, который работает сейчас, учится и очень подвержен какому-то влиянию. Тут какой-то мужчина, вроде как, привязан к чему-то. Но я так вижу, то ли к работе, к работе, да, к работе, обучению, и что? И дьявол. Высшие силы, дорогие, скажите, кто этот мужчина для женщины, которая смотрит? Вот, если вы женщина, да, смотрим. Я, естественно, смотрю для женщины, вот, потому что у меня больше 80% женского населения на канале. Но почти все мужчины умеют каким-то образом подстраивать этот расклад под себя, и я думаю, что это правильно. Потому что я пробовала делать отдельно расклад для мужчин, но, ребят, не смотрите вы. Вы все равно смотрите женские расклады. Ну, вот как-то так. Так, кто этот мужчина для той, которая смотрит? Кто он такой? В этой колоде туз мечей, он перевернутый, видите как? Мечом вниз. Это власть, это власть. Кто он такой? Тот, который думает, что вы его? Потому что такого не бывает, чтобы показали, что вы его. Что за мечи? Десятка пентаклей. Кто он для вас? Десятка пентаклей. Ваш род. Почему она его знает? Как она его знает? Я сейчас объясню этого дьявола, но давайте посмотрим все-таки. Как она его знает, этого же злого? Солнце. Она ясно понимает, кто это такой? Потому что она королева мечей, холодная относительно него, а раньше была королева кубка, здесь есть другая женщина. Вот. Вот кто он для вас. Сейчас он в какой-то крупной задаче. Почему высшие силы о нем говорят? Ну вот я так вижу, что вы его уже послали к чертям, а высшие силы о нем говорят. Почему? Потому что вы его не послали. Моя дорогая, вы его не послали. Высшие силы не видят, чтобы вы его послали, поэтому он появляется постоянно в моем раскладе. Вот что вы, вот знаете как, высшие силы говорят, что ты себя обманываешь. Мы хотим, чтобы ты его уже давно послала, но ты его не послала в мыслях. Прими себя, прими то, как все движется сейчас. Высшие силы перестали сейчас смеяться и шутить, а сказали вот именно такое серьезное что-то о том, что больше обрати внимание на свой путь, на свою какую-то миссию в этой жизни. Вот в том-то и дело. вот эта двойка, она все решает сейчас в этом раскладе, буквально она главная. Она главная сейчас. То, что вам вот это заявление дают о том, что вы совершенно не отпустили его в голове, а надо. Чтобы выйти на уровень выше, вам необходимо действительно какой-то такой путь осознанности в себе запустить, дорогу эту пройти какую-то, потому что вы не отпустили. Хорошо, но раз не отпустили и высшие силы это прям видят, значит, как это сделать? Как это сделать? очень просто. Ребенок, когда хочет отвлечься от чего-то, ну часто мы не знаем, как ребенка отвлечь от чего-то, конечно же, да, если ребенок чего-то хочет, он начинает тут прям сильно этим вожделеть, вот, но если переключить внимание ребенка на что-то другое, его легко отвлечь, очень легко, он буквально забывает то, что было, и чем меньше ребенок, тем легче это сделать, ведь правда? Переключите свое внимание, говорят вам, переключите, вы просто волшебником станете. Переключив внимание, вы получите спокойное прошлое, это раз, и надежную защиту от того влияния мужчины, который вот сейчас нам показался. что делать? Колесо фортуны все решит, остальное за вселенной, все, отпустив мысли, запускается какое-то волшебство, и все это выливается в то, что вы обретаете счастливую семью. Я не буду говорить с каким человеком, потому что тут сказали, чтобы вы даже и не думали сейчас о том, кто он, новый или будущий, будущий или прошлый, потому что вы не отпустили. Как только вы отпустите, вот эта веревка, она не только его держит там где-то, это другой рукой он привязан к вам. Вот так. Видите, как здесь уже запах пошел, руки скоро отсохнет у него. так, значит, смотрите, я все-таки найду эту карту еще раз, потому что прям высшие силы очень четко сказали, что нужно делать. Вот, сейчас будет такая маленькая медитация, мои дорогие. Вот на этой карте изображена рука, привязанная веревкой, и веревка туго буквально привязана, узел такой, что не развязать. Рука это его или ваша, неважно. представьте, что вот та веревка, которая связывает вас и его, она, например, разрывается, разрубается большим кинжалом, причем так, знаете, в сердцах это сделаете, ну как, в сердцах эмоционально, но в душе, по сути, не страдая, вот как-то так. Сделайте это или же сожгите, не знаю, поставьте большой огонь, все это мысленно, конечно же, и сожгите эту веревку. Я вот представляю буквально треск костра сейчас, вот возможно у вас так получится, давайте так, треск костра, который, ну костер, который достает до веревки, да, веревка разрывается, и естественно вот эта натянутая ситуация и долго тянущаяся, естественно, это карта подвешенной, она исчезнет, потому что в разные стороны разлетитесь вы, а вам нужна крепкая опора, тогда есть ли у вас крепкая опора, вот, конечно, есть, смотрите, у вас есть что-то, что вас очень сильно зажигает, это ваше какое-то дело, может быть, это, ну, все что угодно, да, может, это семья, это то, что для вас очень ценно, это ваша опора, вы имеете опору, а вы не должны думать, имеет ли опору тот мужчина, разорвали веревку и пускай летит, он же не думал, да, вот тогда будет состояние праздника и легкости, поэтому сейчас, девчоночки, закрываем глаза, могу еще раз карту эту показать, кто-то не до конца явно отпустил, и сжигаем эту веревку, можно представить, как в разные концы разлетаются, ну, не в разные, а в одну сторону, в другую сторону, вы остаетесь на своем месте, а кто-то с треском летит подальше. Так, окей, вот так вот, почему-то о нем, он активен в вашем сознании, вот что сказали карты. А как его сделать еще неактивным в вашем сознании? Переключите все-таки внимание на свое какое-то дело, достичь там можно каких-то высот. Вам должно быть все равно, что он о вас думает, абсолютно все равно. А там вселенная дальше решит, как быть. А все может повернуться, ну, уже смотрите, потому что тут прям какое-то волшебство идет. Все, здесь все, высшие силы вам сказали. я может еще буду смотреть, давайте низшая сила, низшая, темная сила, да, темная высшая сила говорит, что вы императрица. Вы изобильная, а смотрите, какая здесь карта интересная, она в положении тут девушка, да, у нее волосы сверху осветленные, то есть светлые, да, здесь у нас вот эти 12 звезд, а внизу вот темнота, какой-то как будто бы мрак, она хранит в себе вот это состояние жрицы, потому что второй старший аркан предшествует третьему старшему аркану императрицы, да, вот она хранит это состояние в себе, но она может больше, потому что она социальна, то есть она может выйти за пределы Верховной Жрицы, делать в этом мире многое, вас видят высшие силы темные, вот именно вот этой Верховной Жрицы и только социальной, женщина, которая может, ну, наверное, все, и в этом мире, здесь на земле вы представлены социально, то есть вас видно заметно очень, возможно, у вас есть какая-то идея, которая вот-вот воплотится в жизнь, королева кубка у нас на дне колоды еще выходит тоже замечательно, и десятка пентаклей, но тут семейная идиллия, что хотят сказать высшие силы, немножко фонит этот король тут, так, что хотят сказать высшие силы, то, что без сожаления оставляет то, что ты сейчас боишься оставить, необходимо идти вперед, да, жалко разлитых кубков, но там другие двери какие-то ждут тебя, дерзай, дерзай, с горячим сердцем у тебя абсолютно все получится, ты исполнишь мечты какие-то, вот там за дверью у тебя есть какие-то ключики, а ключики в тебе самой, которые могут открыть ту заветную дверь мечты, и ты исполнишь свои мечты, опа, силы для этого тебе даны, что нужно делать сейчас ниши, что нужно делать сейчас, тут какой-то защитить себя, когда на тебя нападают, защити свое окружение самое близкое, которое на тебя нападает, если на вас нападают, да, ты королева жезлов, королева жезлов, это мега активность, если кто-то старается ваше пространство пробраться, вы тут же реагируете, отвечая как это, на атаку защитой, причем мощная такая боевая защита, что говорят темные силы высшие, мы уважаем и те, и другие силы, правда, познавай, даже там, где кажется, тяжело знания приобретать, тебе придется это делать, потому что нужно чему-то научиться. Да, тут какая-то стойкость необходима в процессе познания чего-то, возможно, это как новый опыт, а возможно, это как реально какое-то обучение вы начали, это приведет вас в состояние большого ресурса, возможно, вы пару так найдете, да, пару найдете, а, и смотрите внимательно, если вы, когда вы найдете пару, чтобы вы не были никому привязаны, потому что мужчина будет свободный, а вы можете ментально быть, почему-то о ком-то другом думать, а у вас прекрасные взаимоотношения могут начаться, вот, поэтому вот дьявол выходит в том, кстати, да, вот выходил, в том, что у вас есть, будет возможно такое, если вы не отпустите здесь, да, возможно, возникнет желание смотреть тогда на две стороны, да, вот тогда вы не сможете определиться, поэтому нужно сразу же знать, чего вы хотите, самое важное, это определиться в жизни, поставить точку, поставить точку, все правильно, поставить точку, и тогда, смотрите, вот видите, королева Пентагли, здесь такой ресурс, когда вы можете все, наверное, в этом, в этом, вы как хозяйка чего-то становитесь, хозяйка собственного жилья, там, либо хозяйка, может быть, бизнеса, да, вы будете иметь власть, управлять чем-то, кем-то, а вот и король Пентагли к вам идет, смотрите, как только у вас вот это ресурсное состояние есть, мужчина, который рядышком с вами, он раскрывается, становится как больше, или же просто приходит такой человек ресурсный, но у вас тут, видите, как зарождается пара, любовь, а интересно, вот тут показали нам двоечку кубковую, это он? Да, это он, это он, 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 идет в пожилых каких-то энергиях, но потом раскрывается, как король Пентагли, и вы вместе, пара, королева Пентагли и король Пентагли, ну так вот, это говорят темные силы, ну так, тут очень много материального чувствуется, знаете, когда, что такое, да, материальное, все-таки, дьявол, это и есть материальное, в принципе, по, когда вы, наверное, изучали Таро, есть трактовка о значении карты дьявола, это все-таки что-то, что-то материальное, да, когда мы хотим большего владеть, пользоваться этим, с радостью и удовольствие себе использовать нажитое что-то, либо, ну там, большие финансы и так далее, да, но искушение просто есть в том, что этим можно, это можно использовать как-то неправильно, либо во вред себе и так далее, вот, то здесь вот прям вот идет сторона такая женская, материальная, королевой кубкой вы себя будете чувствовать, ну замечательно, по справедливости я так вижу, что вы становитесь вообще-то семьей с этим мужчиной, интересно, а где вы его находите, подскажет нам высшие темные силы, где же он, где вы его находите, королева мечей, у королевы мечей, в какой-то, в каком-то замке снежной королевы вы находите его, так, вы Герда, Ункай, ну там праздник какой-то будет, так, вижу движение, предложение какое-то, поиск правды и обходные пути, здесь, знаете, как будто бы вот как третий глаз открывается, здесь вас выше силы сводят, и будет происходить всё достаточно быстро, ещё тут такая информация идёт, что люди, которые захотят помешать вам, за ними уже смотрят небесное око, вот, и поэтому им не дадут помешать вам встретить свою судьбу, здесь какой-то, возможно, новый человек, ну либо какой бы он там ни был, и вы должны прям вот с ним быть, и всегда какие-то препятствия были, то в любом случае в этот раз наоборот, высшие силы прям смотрят за тем, чтобы вы, ну как, вместе были, встретились, тут какая-то сказка идёт о принце и принцессе, да, кто-то встревать будет в процесс вашего знакомства, либо вашей встречи, вы ещё захотите отказаться, отвернуться и отпустить всё, но в итоге вам даёт какую-то дополнительную порцию энергии, которая появится в результате того, что вы что-то узнаете, у вас какое-то как осенило, это когда энергии нет, но вас наполняет что-то, и вы становитесь наполненной, любимой, ну, с этим связано будущее, что тут ещё говорить, тут даже больше не хочется докладывать, классно сказали высшие силы, высшие силы, светлые, высшие силы, тёмные, я благодарна очень этой истории, которую нам поведали, разве что хочу попросить советов у высших тёмных и у высших светлых, да, посмотрим, так, совет, ну, вот сегодня они так поговорили с нами, спросим ещё в следующий раз, советы, высшие, светлые, тут две карты идёт, и высшие, тёмные, так, тут совет вот этот идёт, тут нужно что-то доказать, чтобы сохранить свой ресурс, даже не то, что поспорить, а пойти против кого-то, против чего-то, против чего-то, у вас как будто бы хочет остановить какая-то женщина, она вас сейчас, тут такая интересная информация идёт, что, думаю, девочки, ещё будет какая-то часть времени занята, показывает какую-то женщину, которая хочет вас остановить в чём-то, буквально усыпить, она хочет вас усыпить, чтобы прийти вот в то пространство, где вы, и свои порядки наводить, кто это такая? Какая-то сила, видите, ей дана, она прям думает об этом, дьявол, её руководит дьявол, но дьявол искушает её вам вредить, как вы узнаете его? Ну, это всё-таки связано с вот этим королём, я так понимаю, что часть треугольника это Тадама. Так, а что вам вот посоветовали? Сохранить свой ресурс, да, потому что вам необходимо исполнять свои желания, наслаждайтесь, что вам делать? вас как будто бы гонят откуда-то. И вы в тупике. Хорошо, важная информация идёт опять. Вы сейчас стоите и выбираете дорогу, но по сути дорога одна. А сейчас всё идёт справедливо. как-то странно получается, женщина вас гонит какая-то, а вы идёте правильной дорогой, то есть она получается как катализатор выступает вашего успеха, она сама не понимает, что делает. О да, вы по разную сторону, но вы защищены. схватите свой какой-то шанс, поборитесь за него. Смотрите внимательно сейчас, подумайте, какие бывают шансы у вас на сегодняшний день. Берите, потому что у вас тут победа будет. Какой-то шанс. Я могу сейчас намекнуть, поборитесь за какой-то шанс, будет победа. А кто этот шанс? Что этот шанс? Что это за шанс? там, себя надо показать. Что это за шанс? Что это? За что бороться? За то, что отсутствие чего дает вам разочарование, и вы действительно плачете от этого, слезы какие-то, за что бороться? За что побороться? Ну, здесь идет башня за что-то фундаментальное, за вашу основу, за вашу прочность, за то, что вы не имеете сейчас, но очень бы хотели иметь. Поборитесь. у вас есть какие-то другие еще средства больше и значимые, чем у других людей, которые претендуют на то же самое. Пол Верховная Жрица это какая-то магия. Вас благословляют на это. У вас получится. Да. Вот волшебная палочка, а вот вы. Слово ваше. вы будете счастливы, у вас получится что-то. Это знаете, какая-то светлая какая-то часть. Это ваша какая-то сила, за что нужно побороться. Может вы в каком-то конкурсе участвуете, может быть вы, но это что-то глобальное. Может вы сдать экзамен какой-то хотите, боритесь. Это вы точно знаете, о чем я говорю. Если не понимаете, о чем, буду намеки пока давать, это скорее всего что-то, что-то, что очень важно для вас и вашего окружения. То, без чего вы точно не сможете дальше продолжать путь, жить и так далее. Боритесь. У вас не то, что все получится. Вы можете потом один раз попробовать вот так и делать как постоянно. Ну вот, например, когда мы делаем что-то один раз, да, мы точно понимаем, что точно такое же мы сделаем и десять раз. Вот у вас то же самое идет. То же самое идет. Вы прям точно выйдете на свою дорогу, вам не нужно будет больше выбирать. А дальше будете только выбирать счастливые веточки, счастливый путь. Какая интересная тема, мои дорогие. Спасибо вам, мои хорошие. А, стоп, стоп, красавицы. Так, ну, знаете, как красиво говорят, я уже по привычке на этих таких высоких словах и хотела остановиться, но у нас же еще вот один совет, более темный. Итак, что советуют высшие темные силы. Двигаться нужно куда-то вперед. Это то же самое говорят. Дерзай. Куда-то нужно двигаться. Тут прям какая-то цель, и вам указывают дорогу даже. Сейчас указывают дорогу. Какая-то цель. у вас получится. Это будет победа. Победа победная. Просто второй раз мне говорят то же самое. Задействуйте максимально свою энергетику и победите. А если кто-то никуда не бежит, то я хочу сейчас спросить. Все равно у вас есть какая-то определенно важная цель, которая вас страшит, где вы боитесь проиграть и точно понимаете, что проиграете вот как-то так. Нет. Верьте, как ребенок, который вообще не знает, что такое проигрыш. Вот есть, да, детки, когда рождаются, еще не узнали ни разу, как проигрывают. Они вообще не понимают, что это, и поэтому у них часто, как говорится, Бог соломку подстилает. Блин, как это сложно все-таки, да? Вот это состояние принять. Ведь мы взрослые, мы ведь уже умели, вернее, проигрывали. Значит, просто научиться проигрывать. Просто верить в победу. Ну вот получится, в этот раз должно получиться. вы умоете всех своих врагов, а некоторых даже жестко умоете их собственными слезами. Так, дорогие мои, вот теперь все. Благодарю вас за присутствие здесь, за лайки, комментарии, за финансовую поддержку. я вас очень благодарю, потому что вижу, чувствую каждого. Я имена сейчас не могу называть, потому что их очень много, и их, как они, задваиваются, затраиваются. Но я благодарна вам, дорогие мои, и девочки, и мужчины. Вы просто прекрасны, вы действительно удивительные люди, и я очень рада, что такие люди как населяют мой канал. Это просто замечательно. Наверное, это вот одна из мечт, которые когда-то были у меня. Благодарю вас за все. Пускай в ваших жизнях отыгрывается только самое лучшее. Я держу за это кулачки, пальчики скрещиваю, пускай все сложится так, как вы хотите. И пускай Вселенная вас благодарит в разы больше. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok